У нас есть час, то есть желательно укладывать свои презентации в 5 минут, чтобы оказалось пару минут на вопросы. Ну, команда песенщиков, кто хочет, кстати, играть с презентацией, то есть с оплатинами показывать, просто заранее поднимайте руку, когда предыдущая презентация идет, чтобы можно было подготовить место. Так мы представляем как угодно. Пожалуйста, из команды песенщиков, кто появляется, желающим рассказать проекте. Просто рассказать, что мы представляем игру «Шляпы». Я думаю, что большинство знает эту игру, просто есть некоторый набор слов. Вытаскиваешь слово, надо объяснить его человеку, который с твоей командой. Значит, объяснить, как можно больше слов за первое время. Так называемая шляпа определяется по другому всем участникам. У нас в качестве шляпы будет устройство тайзеновское, которое будет передаваться. Там, соответственно, очень удобно будет сделано, что никто не должен следить за временем. Таймер сам на телефоне тикает, выдает слово. Ну, игра идет так, на честность, что человек объясняет слово партнеру, как тот отгадал, крик по экрану, что слово отгадано, появляется следующее. И так пока не закончится время. Ну, потом время закончилось, телефон передается следующему сидящему. И у того есть свое время. В настройках можно будет настроить время, совмести слова. Какой-то набор слов будет сохраняться между играми. Ну, то есть, чтобы, как и раз не надо было вводить много слов, можно использовать старые наборы, если игра идет в какую-то другую компанию, то это будет интерес. Ну, вот такой у нас проект. Мне также нужно вводить название команды, команде два человека, и в каждой команде будет сейчас деление на счету. Так, по счету, что вы получите. Отлично. Вопросы? Команки. Тогда удаляем команду. Следующая, вторая команда. Соответственно, мы платим, Михаил. Пожалуйста. Мы решили сделать программу, которая по заданной формуле нарисует график. Возможно, это будет даже 3D поверхности, плоскости. Вот, в 3D-корфе на простанности. Вводится формула, описывающая данную поверхность, плоскость, график, не важно. И на экране отображается, как это все виртуально выделяется. Ну, и также приведут, что нужна некоторая информация, может помочь человеку при дальнейшем расчетах. Начиная от того, где функция пересекается соцами, где максимум и минимум функций, если он существует, и проводить он в руках. Можно будет усуравлять диапазон неразборных лекарств. Вопросы? Второго проекта. Третья команда. Александр Артем. Далее, команды. Прикрепит у нас отображения Vezen, это будет предположение,做яющийся точный прогноз погоды на день на неделю периода, для которых Vezen помогает надеяться, для не забыть Vezen. Вezo название состоящие в языках слова. из weather, weather, season, where. Это можно назвать и the end. Вот, функционально показано с погодой. Есть релятка, по которой я делюсь. Как-то начнется на сельско-макетах. Она, с которой рука нарисована на первом, и главный раз это показано, как показано с погодой с обычными данными. И они показываются в слайдах, в которых у вас будет идти, какие среди свободы удалены. Например, на этом экране есть как слайд, который перевернулся на три дня, и показано с ними минусы. И следующий слайд – это предположение одежды. Мы не будем предлагать, допустим, у нас предположение не в таком роде, что наденьте красные карты на зеленый шар, у нас будет больше общие. То есть, если солнечная погода, то не забудьте очки. Если, возможно, дождь, то не забудьте зону. Отлично. Отлично. Вопросы? А если будут другие карты, то кто одевается? Приходите за тачку. Вопрос. А какой сервис погоды вы хотите использовать? Да. Вопрос. Есть еще секунды задать вопросы нашим авторам? Если есть звание, что-то подмога. Вопрос. Четвертая команда. Соответственно, Никита. Андрей Никита. Наше приложение заключается в том, что есть в устройстве текущее положение пользователя, и, используя это положение, можно получить фотографии с различных сервисов, которые будут найдены бесплатно радио, если надо нам пользоваться. Ну, и, соответственно, пользователь может посмотреть фотографии, посмотреть информацию о них, рассматривать их местоположение на карте, в принципе, делиться этими фотографиями с своими друзьями. Вопросы? Насколько понимаем, это упор того, что есть на Windows. Ваша команда делала Windows. Спасибо. Следующая команда. Юлия, Артем. Вы с клешкой? Нет, это... А, да-да-да. Да. Здравствуйте. Наш проект называется «Кардиогеа». Это увиденное приложение, которое в паре с такими-то стативами, как «Кардиогеа», обеспечивает непослушный мониторинг сердечной деятельности. То есть, сопроводным образом, с кардиогретора, ну, крепится там сенсорная кровь и грузит, снимает эту кардиограмму, и в Bluetooth-BD на смартфон, где мы ее собираемся увидеть, и снисовательная кардиограмма, в принципе, уже для новой. Ну и, вообще, этот проект разрабатывается уже долго у нас, и вкладывает симптомы на кардиоге, и он у него уже есть. То есть мы, на самом деле, это изменили, но, правда, смотря, существующего этого времени. И, если интересно, можете посмотреть у нас на сайте эти вот новые информации. Вопросы? А как передается данная о сердечной активности? Они аналоговым образом, через микрофон, как бы, в виде вон, и цифровые с помощью Bluetooth? Или как вообще? Цифровые, да. Это цифровый кардиомонитор, он снимает с двух электродов зарядка получается ЭКГ, и через Bluetooth шлет уже в цифровом виде. И, соответственно, то последовательность получается отчетов и отреков в этом формате. Еще вопросы? Желаем узнать. Аплодисменты. Анна? Ваш проект? А, привет! Всем позору вам! Я думаю, Анна, я стараюсь сделать версию программы игры. Может, кто-то ее не знает, может, в моей комнате. Эта настольная игра рассчитана на двух зале человека, где можно получать баллы, ну и, соответственно, в этом направлении. У нас в России, она, естественно, на другие. Ну, там, много планов, кто выигрывает, кто проигрывает. По словам, они заключаются в том, что есть, например, на поле 17-15 клеток, есть разные клеточки, то есть в зависимости от того, на какую клетку мы поднимем нашу муку, мы можем получить больше очков, чем в случае с обычными взглядами. Ну, и также за разные буквы тоже разные значения в зависимости от их следовательств и от того, насколько сложно нам поставить слово. Есть еще буквы-везыщи, которые поменяют звук. Ну, это немножечко то, что играло. Вот. Я собираюсь сделать эту игру таким образом, чтобы можно было почти играть в данный момент группой двух человек, т.е. с кем выиграть. Т.е. можно встретить нам в твердый сервис, узнать, какие люди в данный момент находятся онлайн. Ну, и сам человек, соответственно, добавляет список. Выбрать себе отмена. Например, можно заранее договориться, с кем-то знакомых играть. Ну, и дальше играть, как это обычно будет сложно. Я собираюсь использовать кармас для подвесовки между собой, и шок и т.д. И еще для того, чтобы, вот, именно разметить человек по сети, очень удобно использовать сейчас довольно-новый фирмборд использует GX. И для GX и части он позволяет очень быстрое время обращение, ЛИДО для их для тех с и на в и в в в в в в В принципе, можно дальше не дружить на группе ТАК-фильм. В общем, прискочивать было, когда нет, то, что сегодня нужно делать. Всё. Спасибо. Вопросы? По-моему, очень интересная игра в режиме ТАК-фильм можно будет играть. Спасибо. Так, следующая команда у нас, это тоже Александр Батничев, представленный. У вас тоже. Я имею в виду предложение, чтобы вы говорили, насколько быстрее ваши пальцы. Ну, ну, собственно... Смысл предложения в том, чтобы победить компьютер тем, что ты будешь делать различные движения пальцев очень быстро. То есть, вы можете быстрее. И для того, чтобы ты идешь под компьютером. Он, в свою очередь, тоже делает движение пальцев, но, естественно, они не показываются. Каждый компьютер, его скорость защитного стоит двоей. То есть, и со временем будет увеличиваться. Тем самым усложняю процессы беды. Ну, поэтому я решил сделать эту такую же фишку. То есть, у меня будет присутствовать голос. То есть, периодически на экран. Будут вытекать отличные возрастные предметы, которые будут собирать, и тем самым усиливать удары. И, тем самым, приближать себя в предмете. Ну, и будут отличные анимации. И, возможно, если успею будет, хотя бы что-нибудь используется с ассиминацией. То есть, и красивым решением. Удар в свой общий рук. Спасибо за внимание. Вопросы? Интересная игра. Посмотрим, как она будет реализована. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая команда. У нас трех человек. ПОСАНИЕ НАГРЁМ. ПОСАНИЕ НАГРЁМ. ПОСАНИЕ. 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 Спасибо. Вопрос, да. А вот сами рецепты, они откуда будут? Ну, будем ходить по-задану, видимо, скрещенную, сделаем просто обычное, ну, файл-положение, по-задану, какой-то прицел. Как там обновляйтесь, какие-то числые. Ну, просто, ну, может быть, у вас уже есть какой-то прицел, откуда ее взять, если у вас дома? По прицелу, по рецепту. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, удачи! Следующая команда, где Александр Астон? Ладно, я буду начну. Последнее время стало полезным какой-то контент для организации своего времени, но мы, люди-газователи, не пользуемся, часто что-то забываем. На самом деле, тут не даром хлеб. Однажды, заработавшись, я шел домой, уже пришел, смотрю, ничего нет. Спать хотелось ужасно, есть хотелось ужасно. Мне было ужасно обидно, что я зашел в магазин за хлебом, и пришла идея этого приложения. Во-первых, когда вы проходите мимо магазина, он напомнит вам купить себе, или, допустим, если вы выходите с места своей работы, с университета, он напомнит вам не забыть зайти в магазин. И, как тут видно, что есть какой-то временной промежуток, вы не будете отвлечены от дороги утром, то есть он может напомнить вам только вечером. На самом деле, это можно использовать не только для покупки према или чего-то еще. Можно составлять какие-то заметки по времени. Допустим, у вас есть какие-то дела на работе. У вас в месте, где вы работаете, будут только эти заметки. Какие-то заметки есть, допустим, список покупок. Это будет видно только в магазине. Мне кажется, это приложение будет очень полезно всем, не только тем, кто любит играть, не только программистам, другим занятым людям. Мне кажется, это полезно. Еще в этом моменте есть, что вы про выбор даты у приложения. То есть, если мы в какой-то момент не попадаем в локацию, по которой установлено напоминание, и после этого напоминания установлена дата какая-то, то есть все равно оно пользователь будет уведомлено в каком-то действии не позднее вот этой даты? Сколько обычно напоминания вы получите в данном случае? Спасибо. Вопросы? Вопрос. Откуда вы будете брать список локаций? То есть те места, с которыми могут связываться напоминания? Ну, брать список из карты, то есть подключаем, наверное, Google Map, скорее всего будет, и на карте уже выбирается точка какая-то, и выбирается область, в которой будет... Понятно. То есть вы вот по карте пользователь сам определяет места, с которыми связывать локации. Будет ли возможность, например, вот одно событие связать с несколькими локациями? Мне, например, все равно мимо какого магазина я буду проходить. Важно, чтобы мне напомнили, что когда я буду рядом с магазином проходить, в него зайти что-то купить. Ну или хотя бы несколько магазинов. Да, вы думали, но предложение интересно. На самом деле, то, что Кирилл говорит, это... ...связать с каждой локацией, это очень сложная вещь в реализации, намного проще идти от GeoTag. То есть есть любая платформа GeoTag. Есть платформа открытая, там не появится канал, ровно то, о чем ДСГ-канал, это все объекты по определенному критерию отфитрованных отдаются. И, мало того, если брать геотэг, он сейчас поднимет данные вегипедия, как можно использовать и гуглмапы, и, по-моему, сейчас гео-тэга делать. Вопрос еще не готов. Вот, можно любое другое. То есть гео-тэга будет нам на порядок троще поднимать, что вы вынуждены будет сами реализовывать геотэг внутри. Как придет. Спасибо. Еще вопросы? Какие предложения дать? Так, следующая команда у нас, опять же, набор. Балалет Никутен. Здравствуйте. Мое предложение предоставлено обеспечивать. В основном, у нас есть набор инструментов, которые мы можем открывать. Будет открываться интерфейс, напоминающий этот музыкальный инструмент. Мы можем избегать из него какие-то звуки. Это поможет нам как в получении какого-то эстетического удовольствия или, например, настройки инструментов. Предполагается, что будет на данном этапе только пиано, гитара и камертона. То есть мы можем продать эти инструменты довольно широко круги. Пока все. Ваше предложение будет использовать стандартный какой-то формат описания инструментов? Например, там, Steinbeck, Steinbeck, VST и какой-то свой собственный. На данном этапе он не будет использовать никакого формата описания. Я думаю, что я буду хранить информацию в отдельных инструментах, скажем, в sml. И использовать какие-то дополнительные вещи, пока они планируются. Я буду заставлять эти инструменты. Это ведь тембры, да? Правильно. Инструменты, это ведь тембры, по сути. То есть чем отличается один инструмент от другого? Здесь сами звуки, они будут... Я либо запущу их сам, либо скачаю, например, с каких-то библиотек. То есть как бы генировать сам труд на данном этапе не имеет смысла. Во-первых, это программа сложная задача. Во-вторых, будет сложно добиться какого-то реалистичного звука. Поэтому он будет использоваться сам трудом. Еще вопросы? При появлении новых инструментов, например, как добавляться в труд? На данном этапе, где нет серьезного счастья, опять же, Но если в перспективе можно, естественно, завести какой-то сервер, который имеет список инструментов клиентов при включении, проверяет список доступных инструментов. Если появилось что-то новое, он сначала может скачать этот XML-шаблок, который дает им ссор на все звуки, изображения и так далее. Но он просто скачивает и впоследствии на другую. Хорошо. Чего у меня еще вопрос? При использовании несколькими инструментами, я не понимаю, использование несколькими инструментами, но в общем, в принципе, это не так факт есть. У меня было бы интересно посмотреть, как вы будете играть и на инструменты, и, на практике, как вы считаете. На смартфоне. Потому что это будет какой-то элемент, например, touch, и будет издаваться звук. А, может, прикольнее сделать было бы на какую-нибудь стряску реакцию те же марокасы. Мне кажется, не так сложно взять, например, несколько звуков и на разные ужасные… Марокасы я пока не рассматривал. Я не знаю, насколько быстрые будут эти точки у всех этих сенсоров, а потом еще и нужно будет быстрее вывести звук, а все равно будет неизъемленная надежда. Как раз. А у вас залегнут? Ну… Ну так это просто. Здесь, понимаете, оно больше какое-то casual-inty-приложение, которое должно внешние лица создавать, то есть я буду упор на дизайн, на appearance, а марокасы, в принципе, хорошая тема. Хорошо, спасибо. Вопрос еще один. Будет ли возможность, вот я там потыкаю, например, на фортепиано, я в какой-то последовательности нажму клавиши, получу список нот. Будет ли возможность просто записать порядок нажатия клавиш, чтобы я потом мог его воспроизвести? Какую возможность сделать, ты можешь? Он говорит, что один я заброняю. Можно на виртуальной оркестре, чтобы четверо там на своих мобилях. Может быть потом номеровый конкурс подать как раз. И потом? Да, то есть приложение хорошее для расширения, много разных возможностей можно будет добавить. Отлично. Еще вопросы? Отличное предложение. Удачи! Следующая команда. Удачи! 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 Если мы закончили читать книгу, если мы начинали строить приложение, мы начинали с того же места, где я закончил, то есть пока вот такая идея сделана. Очень полезные предложения. Вопросы? Там самые интересные закладки, правильно? То есть множественные, в разных книгах, в разных точках. На самом деле, вот тут хорошо еще какие-то комментарии оставлять, потому что мне, например, особенно для аудиокниги, иметь возможность сделать какие-то свои документы, чтобы либо как аудио, либо как будто такое сообщение написать. Это было бы интересно. Я думаю, многие реклеты делают даже. Это слишком много на первой реализации, но вообще как расширение возможности много. То есть начитывают книгу, а ты говоришь, да, мне кажется, убийца дворецки. Да, пожалуйста. Какие-то студенты для закладок, и сколько ты прослушал книги? Я думаю, есть какие-то студенты для этого? То есть, чтобы, например, на Тайзинг послушал ты, потом бы хотел вдруг послушать, а потом, например, рандовать, чтобы совместимость приложения была. Я думаю, совместимость пока я не смотрел. Смотрю, что есть совместимость. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ И 14-я команда. Соответственно, Виталий, вам право предложение дать. Всем привет! Я буду делать предложение для вашего финансов, для вашего группы, когда эти группы ехать куда-нибудь, или на другую группу. То есть, может быть ситуация, что один человек платит на всех, и там можно будет нажать, что этот человек платит на несколько рублей, и дальше им какую-то сумму разделить на всех, и потом можно посмотреть, что-то, я думаю, особенно в пристиле. Вопросы? Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ У нас решено делать еще одну дополнительную вне конкурсную работа. Крестовер, будет, соответственно, крестовер, продукт. Всем привет! Я буду делать игру простую на развитие памяти, когда показывается большой список карточек, где можно выпросить по очередной бодерей. И если я их открываю одинаковые, то они исчезают. Ну, все, наверное, играют уже позовольные. Это будет разница математики на развитие памяти. Спасибо. Вопросы? Это не конкурс, да. Здесь я выложу на GitHub, так что можно посмотреть. Конкурс, карточки свои можно будет? Нет. Почему? Потому что, наверное, будут только Tizen карточки. А что из них будет на этих карточках? Пропеллер. Пропеллер Tizen. Логотип. Ну, логотип. Карточки, логотип. То есть, нажимаем на любые, они их уходят. Они все равно будут разного цвета, там нужно будет... То есть, это еще будет два цвета. Да. А может проще сделать, вот они когда перевернутые рубашки эмблематайзен, а на обратную сторону, когда выбираешь, чтобы люди могли загружать. Будет интереснее просто. Окей, котята не подойдут? Конечно. Котята везде подойдут. Если котята везде подойдут. Если котята за первое место станут. Но вне конкурс на эти гарантии. Хорошо. Ладно, еще вопросы? Ну, удачи нашим конкурсом. Я смотрю, конкурс у нас и весь процесс получается очень заразительным, что даже члены жюри решили поучаствовать в разработке. Это очень приятно. Так. Собственно говоря, теперь следующая важная точка у нас 18.00. То есть, прогресс по работе сегодня. Представление прогресса, опять же, возможно в двух режимах, как сейчас. просто выйти или выйти с презентации. Есть третий режим, который всячески обращается. А вы хотите уже что-то, может быть, демонстрируете. Липо в... Ну, это самое. В издаке гумуляторы липа на девайсе. Девайсы, если кому-то нужны, пожалуйста, подзывайте. Несколько девайсов есть, можно на них реально пробовать. И завтра, напоминаю, в 16.00 у нас окончание. Презентация на окончании будет подразумевать, опять же, некий выход, рассказ. Удобно вам за слайдами или удобно без слайдов. Это не принципиально, как хотите, но главное, дальше вы должны продемонстрировать непосредственно свое приложение. Опять же, либо в эмуляторе, либо на устройстве. Вопросы? Удачи, мы даже закончили ручать на 20 минут раньше.